здравствуйте господа начинаем вебинар посвященный эзотерике я постараюсь сегодня ответить на вопросы которые вы мне задали на моем канале в в фейсбуке дуйко кайлас и рта и группа и я опубликовал один час назад пост задайте мне свои вопросы я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре в 1800 в youtube 89 комментариев я постараюсь ответить на эти комментарии анна шульгина гагарина здрасте андрей андреевич я 20 лет проработала руководителем юридической службы после второго декрета решила поменять профессию недавно я получила диплом инструктора по йоге в гамаках удастся ли мне открыть свою студию до удастся и вы правильно делаете рассматривать что-то другое для успешной реализации занимайтесь всем что связано с йогой у вас будет хорошо получаться вы правильным путем идете не переживайте это действительно вам будет нравиться кирилл андреевский здравствуйте андрей андреевич мне нужно 16 августа ехать в одессу сдавать экзамен безопасно ли это все получится до безопасно нужно ли перенос экзамен на сентябрь не нужно дети все будет хорошо марина по мацалюк практиковала третью ступень использовала 4 четвертую для того чтобы найти работу появилась через два дня предложение из банка я согласилась на все условия но со мной поступили нечестно я не буду вам как бы дочитывать я скажу что произошло на ту работу которую которую на которую вы рассчитывали уже был взят человек который должен был вступить в эту должность но тот человек который его устроил он не мог повлиять на руководителя который назначает там работника именно поэтому для вас придумали вот такое испытание которое вы однозначно не могли никаким образом никак преодолеть то есть чтобы вам не не сказали вы бы все равно этого не сделали там договорняк был в самом начале поэтому марина не в вас дело просто эта работа она уже была до вас предварительно кому-то отдана катюша фриско от имени моей семьи благодарю вас ваша начинающая ученица спасибо катя марина брайт у меня есть работа в украине но пригласили на интервью за границей не уверена что это принесет мне счастливую жизнь нужно или нет не нужно виктория орбэбска здрасте андрей андреевич или будете ли вы в этом году проводить проводы голодных духов да буду проводить но ближе скорее всего к зиме так как сейчас в разгар военных действий лишний раз открывать ворота кала чакры не стоит потому что это может повлиять на количество там рождение или смертей во время войны или находясь в зоне военных действий делать работу с кала чакра тантрой не стоит есть предписание по работе с кала чакра тантрой кала чакра это чакра времени кала это время чакры это дырка грубо с дыркой во времени нужно проводить работу только тогда когда нет на расстоянии 200 километров от человека вокруг его земли никаких военных действий у нас как известно они есть но проведу татьяна мокряк ваша ученица нахожусь в италии семья в николаевской области скажите пожалуйста можно ли оставаться там или нужно переехать для безопасности им лучше переезжать не нужно им оставаться там где они находятся на то солоду че будем разум с человеком с якими зараз году и стосунки за сдал гидяч на будете мира королева являюсь ученицей обновленной третьей ступени ваши знания возродили нашу семью и в наших сердцах поселилась радость большое спасибо получится ли в этом году или в этом месяце выехать за границу кипр когда получится счастлива выйти замуж получится вы выехать можете пробовать все получится но выйдите скорее всего не знаю как у вас это получится по поводу замуж тоже скажу потом катерина карпенко спасибо за поддержку и обучение в это непростое время смогла выйти на новый уровень дохода после сердечного обряда все неурядицы с родными исчезли царит мир радость помирились родными по маминой линии а вот личной жизни 9 лет как умер муж а я с двумя сыновьями все не могу встретить мужчину вот этот вопрос и интересует встречу ли я в этом году любимого мужчину с которым будет семья или мне суждено радость жизни познавать одной в этом году не встретите но вы не очень правильно задали вопрос я считаю что правильным было бы задать вопрос который бы звучал как руководство к действию потому что вы задали вопрос который может вам успокоить вас или наоборот возбудить а нужно было что же мне делать для того чтобы выйти замуж я бы ответил давайте я перефразирую так что он необходимо сделать женщине для того чтобы гарантированно выйти замуж кого любят мужчины на кого они обращают внимание и что же это такое существует ли в этом определенная магия хочу сказать что да и магия в том числе существует но вот мои рекомендации дело в том что женщины очень плохо понимают мужчин как правило именно так и происходит женщины они склонны видеть картину масштабно или широко то есть если женщина видит этот мир в виде красивая машина или красивый красивый лес или красивое небо то мужчина в машине будет смотреть на колесо после этого на лобовое стекло после этого спрашивать какое там качество двигателя или там качество железа в небе будет рассматривать индивидуально одну тучу то есть если женщина рассматривает замужество как элемент огромного проявления бесконечного наслаждения от семьи от заботы и так далее то мужчина который хочет создавать семью не ориентирован на что-то глобальное то есть если женщина думает что для нее семья это дети это совместное проживание это отсутствие одиночества то для мужчины это не так мужчина обычно ищет в женщине только одно это конечно печально звучит но дело в том что чего не хватает мужчине в жизни женщине чего не хватает женщине не хватает заботы чтобы они и заботили чтобы и кто-то говорил вот это все мужчине не нужно он не хочет ни заботы не хочет чтобы это все для него бонусы то есть если они ухаживают или за ним ухаживают это бонус если кто-то там помогает это бонус если о нем там хорошо говорят или при нем или о нем это бонус все это бонус к это бонус к интимным отношениям мужчина на первое место ставит желание интима от конкретной женщине случае если интима нет можно ли захомутать мужика женщина же при этом думает что для него гораздо важнее нету ничего гораздо важнее как бы вы это них не слышали для мужчин который встречается с женщиной единственное желание которое у него есть это желание с ней вступить в половую связь и интимные отношения начать нет желания любоваться то есть ты женись она женщине для того чтобы ей любоваться с любой мужчина скажет нет а для того чтобы она там тебе детей нарожала нет а для того чтобы она ухаживала за тобой нет а для того чтобы в бизнесе помогала нет а для того чтобы ты восхищался нет все это нет единственное ради чего мужчина находит женщину и хочет женщиной жить это желание интимного отношения с ней именно поэтому женщина не ориентированная а почему вот тут такой вопрос почему вся особенность заключается в том что мужчины ищут точечное наслаждение в тот момент как женщине достаточно и расширенное наслаждение то есть женщина может получать удовольствие от того что происходят события того что на нее обращают внимание мужчины от того что у нее есть подруги мужчины так не могут мы к сожалению более сосредоточены на одной какой-то воплощенной идеи нас вот эта идея она может заморачивать то есть там мужчина за получил деньги в этот момент он счастлив купил что-то в этот момент он счастлив женщина может быть счастливой более расширена так большое количество элементов могут объединяться между собой для того чтобы создавать у нее состояние радости жизненного и счастья и удовольствия мужчины или у мужчины так не получается мужчина он живет по принципу точечного то есть мужчина может получать удовольствие от эгоизма от того что он грубая того что он сильный от того что он эгоистичные от того что он владеет женщиной владеет значит спит от того что он добился там какую-то женщину вот что хочет мужчина и для мужчины это когда он начинает жить и начинает думать о женщине является ключевым фактором радость и как это происходит сначала женщина должна визуально его восхитить то есть это чистые волосы потом по запаху то есть от нее не должно вонять при этом хочу вам сказать что каждая женщина знает свои недостатки но я хочу вам открыть глаза ни один мужчина не верит что от него воняет доказать мужчине что он вонючий невозможно мужчина будет вонять со всех извиняюсь отверстий там и будет считать что он самый красивый что он самый там крутой что он будет нищий бомб стоять перед вами с обгрызанными ногтями и будет считать что он алан делон самый офигенный все женщины мечтают о нем это у мужчин особенность такая эгоистичность она развитая на самого детства находится у мужчин это тестостерон так создает у человека или у мужчины такое восприятие и в тот момент когда мужчина смотрит на женщину он видит в ней и хочет видеть и хороший запах и красивую одежду и красивые визуальные если этого не происходит то он ждет чтобы женщина начала восхищаться им то есть она должна говорить зато ты какой офигенный и вот это офигенно у тебя смотрите как это все устроено как обычно происходит то есть женщина полная женщина которая за собой не следит там с капиллярной сеткой на лице с волосами которые давно никто не подстригал с избыточным вес весом там в каком-то платье чки возможно купленном и считающимся там самым дорогим и так далее ну находит возможности там с кем-то с мужчиной встретиться в этот момент мужчина думает о пересплю с ней потому что она свободная она думает вот он будет до конца жизни со мной жить будет заботиться у нас будет любовь он хороший мужчина для того чтобы его захомутать или первый день надо с ним переспать и когда женщина говорит вот я с ним переспал и он убежал нужно было переспать так чтобы мужчина чувствовал себя как будто он самый лучший если мужчина холостой вы с ним спите запомните пей пойти ему дифирамбы говорите да это было обалденно я так вообще никогда не испытывал такое удовольствие настроение счастья ты прямо создан для меня это химия физика математика ты проникаешь своими глазами глубоко мне в душу ты потрясающий мужчина все он ваш он теперь будет хотеть быть только с вами монет имитируйте не знаю там десятикратный оргазм с вытарочными глазами как будто он самый гениальный и там самый необычный самый лучший неважно там получается или нет если вы надеете или если вы сосредоточены на том чтобы выйти замуж и этот мужчина хочет к вам в постель то дайте ему эту возможность но обязательно хвалить и обязательно говорите что это самое лучшее что ты самый обалденный вообще я так удивлена мне так нравится бла-бла-бла-бла-бла все этот мужчина будет дальше вашим мужем стопроцентная гарантия это абсолютный стопроцентный эффект дальше когда мужчина начинает встречаться с женщиной ему должно нравиться лицо ему должно нравиться фигура а может и не нравится но если не нравится то женщина должна включить свой ум и произносить ему слова особенный великолепный ну надо же как у тебя получается еще таких талантливых не видела вот это да бывают же такие но с намеками все должно быть вот с таким намеком очень мало мужчин которые добиваются женщин очень мало мужчин которые добиваются женщин в этом ничего страшного нет если делать вот так как я сказал это все решает минусы которые есть вообще в отношениях женщина говорит мне бы хотелось зачем тебе хотелось чтобы не быть одинокой и все да вот я не хочу быть одинокой потом мужик появляется они грызутся почему потому что одиночество ты теперь не одиноко не одиноко ты же этого хотела да ну а какого ты же не говорил я хочу быть не одинокой но хочу чтобы мужчина там заботился и так далее вообще чего хочет женщина обычно женщина хочет гораздо до большего чем хочет мужчина мужчине легче он взял пипетку до или там ключик открыл нужную скважину себе понимаете а женщине нужно больше она хочет мужчина пришел с ключом и открывает а женщина уже входит в дом ей там необходимо много всего то есть необходимо отношения чтобы слова говорил чтобы там хорошие отношения а не стоит забывать что мужчины любят ушами то есть также как и женщины самая счастливая женщина это женщина который каждый день мужчина говорит лишь только три слова ты самая красивая ты самая любимая ну самое не пойдет потому что самая подразумевает из кого-то выбирал здесь наверное правильно ты моя родная ты самая любимая ты самая красивая ты особенная женщина потрясающей красоты какая же ты молодая как ты мне нравится это особенно и так далее мужчина слеп поэтому если но только в том случае если женщина восхищается или показывает свое восхищение в постели этим мужчиной хотите чтобы мужчина убегал от вас кто изменяет кто эти мужчины глупые которые сексом занимаются и со своей женщиной после этого бегают на сторону или на сторону кто эти мужчины это мужчины которые в постели не слышат о том что они гиганты секса клянусь вам и после этого они бегают почему они не хотят для мужчины это важно то есть он должен доставить удовольствие женщина должна получить оргазм женщина должна там им наслаждаться это его конек это его блицкрик это его победа в добыче это его максимум знаете и он в этом максимуме если мужчина если мужчина там с женщиной переспала и после этого он там с не спит быстро там или еще что то то в этот момент женщина может думать так что вот я его поглажу он хороший да зачем это нужно он устал и так далее неправильно заставьте его задергайте его не знаю там придумайте женскую хитрость для того чтобы он хотел еще раз а вы говорите я обожаю тебя я хочу ты самый обалденный ты потрясающий между нами химия физика не знаю там геометрия то есть вот что должно быть такой мужчина от своей бабы не убежит никогда а что происходит там но одна женщина мне как-то сказала такие слова я решила своему мужу всегда давать потому что я думаю что если он хочет и я буду давать то после этого он не будет никуда убегать то есть то что он может получить на стороне но он должен получить дома но она права но в одночасье не права почему дело в том что нужно давать эмоцию а там вот эта эмоция она должна быть а эмоции это когда женщина кричит в постели они сопит когда женщина вдохновлена когда женщина радостно когда она улыбается ну вот они когда это механика мужчина убегает от женщин которые устали это понятно которые замахались и это понятно которые работают много это понятно как все это понятно но из песни слов не выбросишь ну и второй вариант энергетически есть такое понятие которое называется которое называется венец безбрачья это еще что такое венец безбрачья это особая энергетическая структура которая находится в виде свечения на животе у женщины вот так пупок и вот так вот вот такая вот так пупок и вокруг пупка помните когда-то говорил представляйте бублик вот если женщина каждое утро просыпается и вокруг своего пупка представляет бублик который светится огненным цветом вокруг пупка то она ломает то что называется венец безбрачья как это проявляется есть такие женщины которые даже переспал с мужчиной не привлекут мужчину а есть такие женщины которые с которыми мужчина начинает общаться или встречаться и не хочет с ней лечь в постель это частое явление кстати мужчина может себя переубедить потому что женщина думает что она может показать там смоделировать поведение сказать что она хорошая сказать что она там мать хорошая сказать что она юристом хороший там имеет специальность хороших сказать или показать что она там гениальная в чем-то что она хорошо готовит и так далее мужчина может вот ломать ломать себя думает что вот мне все равно нужно там то-то но дойдет до постели и в постели ему не будет хотеться эту женщину то есть это будет так после этого это самые несчастные семьи когда мужчина не хочет свою женщину и мужчина честный там нигде гулять не будет он становится кислым угрюмым женщина такая тоже не зажигается потому что ну тоже понятные причины но это как бы такая вот задача она должна быть вот эту химию ее необходимо найти и это невозможно без слова которое называется доверие женщина должна довериться мужчине отдать себя как в последний раз на всего на пользу в пользование и максимально выложиться при этом мужчина как будто он впервые последний раз и хочет зацеловать за любить эту женщину и так далее чтобы зажглась эта химия а когда много вокруг этого хороших слов действий но химия не происходит то в дальнейшем это все говорит о том что доверие не происходит существует ли такие семьи в большинстве своем встречусь ли я вот спрашивает женщина теперь вы знаете что нужно делать призываю ли я к тому чтобы женщина спала с каждым встречным друзья моя разве это сказал я противник того чтобы женщина спала сразу же с мужчиной но женщина должна знать что это самое основное что хочет мужчина тогда женщина приходит ее привез мужчина и вы думаете что он хочет вас накормить что хочет по ухаживать или послушать то что вы ему рассказываете можете мне не верить но на самом деле это не так он видит в вас только женщину которая для него является драгоценностью хочет рассмотреть вас со всех сторон увидеть все абсолютно грани прекрасного невероятного алмаза понимаете или бриллианта которым вы являетесь все остальное вся жизнь мужчины и женщины когда женщина с мужчиной встречается для женщины прелюдия прекрасной жизни для мужчины прелюдия прекрасного секса таким образом если у женщина рассматривает мужчину как прелюдия дальнейшей прекрасной жизни мужчина рассматривает женщину как прелюдию прекрасного секса а здесь очень важно если мужчина там гулящий и так далее то тогда чем гулящий чего он не получает и почему вновь и вновь ходит кому-то он не видит женщины женщину которая в постели им восхищается конец а для того чтобы восхищаться надо расслабиться отдаться надо стараться надо там много чего нужно вот так татьяна бондаренко ура очень рада встречи андрей андреевич расскажите что такое духовная эзотерическая так интересно слушать вам когда вы сами желаете рассказать гадания были вчера без очереди мира и добра что такое гадание понятия не имеем может быть вы подразумевали гадание вчера и без очереди это где гадание так где за чеки мои чуть не понял что пишите и так что такое духовное эзотерическая особенность человека который живет в обычной жизни вообще еще несколько слов раз уже заговорили или начали говорить о семье когда мужчина и женщина начинают встречаться не в неважно по каким причинам они начинают жить потом в дальнейшем то есть очень часто эгоизм внутренний у человека особый характер так одни женщины там могут мстить и кричать обижаться вытаращивать глаза вести себя неадекват такие же бывают мужчины то есть они могут проявлять агрессию крик там и так далее то в этом случае есть такое понятие почему это происходит почему это происходит я сейчас нарисую круг в этом круге живет мужчина и женщина в этом круге живет мужчина и женщина когда они живут совместно то здесь появляется завихрение обычно это завихрение против часовой стрелки создается вокруг женщины и мужчины и это создается в виде желание которое создает женщина потому что женщина как правило она создает больше желаний чем мужчина мужчина имеет одно желание он хочет интимных отношений со своей женщиной ему там главное поесть главное заработать а ей то надо еще и желание то есть она хочет и машину и квартиру красивую хочет еще там детей и хочет еще от нас всего она хочет она создает вот такой эффект пирамиды вокруг нее очень активно начинает кружиться энергия данная энергия она ментально начинает из внешнего мира привлекать или как магнит притягивать определенные события данные события они должны решить задачу появление у нее ее желания смотрите как это происходит вот здесь у нее задача эта задача условно ее можно написать дом она хочет большой дом вот она мечтает каждый день с утра до ночи о том что будет дом вокруг нее появляется энергия или энергетическая аура ей необходимо добавить вот сюда энергию в энергетическую ауру когда она мечтает о доме то он начинает на нее кидаться почему когда человек злится кричит он выделяет энергию аж потеет иногда то есть он начинает кричать на нее обижаться можешь включить экран он начинает кричать обижаться там что-то создавать у и она в этот момент как бы не странно это звучало может это выбрызнуть то есть начать страдать а может не выбрызнуть а начинать радоваться почему дело в том что в этот момент происходит процесс такой смотрите у родителей не было дома у знакомых не было дома ни у кого не было дома она дом хочет тогда она должна это получить но рассчитаться ведь у родителей не было потому что долг был какой-то какой духовный был долг прожить в нищете этом в бедности какой-либо кармический долг и за него нужно рассчитываться чем нервами нервами поэтому если женщина если вы хотите дом он орёт на вас говорите я на него не обижаюсь он хороший он не сможет заработать на дому я его обожаю тогда вы перейдете к тому что вы этот дом получите через элемент радости второй вариант я переживаю нервничаю но все равно молчу терплю вы получите дом через процесс который называется стенания таким образом один и тот же человек может быть и по-другому он может вас обожать то есть любить говорит какая вы хорошая там и так далее это тоже создаст элемент накопления энергии вы потом начнете бурчать кидаться у него наверно тоже мечты эти мечты будут у него реализовываться так работает система накопления энергии которые необходимо как тетива и лук а ваша мечта как стрела совет совет мой звучит так те эмоции которые вы получаете ваши жизни негативные когда кто-то кричит на вас обижается ненавидит будет вредничает и так далее в этот момент это все перекладывайте и говорите что я это все что сейчас получил свой адрес все свои нервы психи я посвящаю свои ей задачи придумайте какую-то мега задачу купить дом или купить детям квартиры или там решить имущественные вопросы или какие-либо еще здоровью можно посвящать говорите мой он хороший то есть отделяйте саму энергию от человека тот момент когда он там не хорошо к вам относился скажите я его все равно люблю он хороший а это все где я обижаюсь посвящаю быстрому приобретению и дальше произнесите что таким образом то что вы хотите быстро без очереди придет к вам духовное в этом случае это выбор человек может жить по принципу стенания и по принципу радости выбирая радость вы живете духовно что еще такое быть духовным человеком духовный тире значит добрый любые заповеди которые о которых говорил иисус христос их всем было а не отличаются от иудейских заповедей которые моисей на скрижали've вынес среди которых обрезание там и так далее шабат то есть они отличаются те 11 заповедей там где не объедаться и так далее отличаются от 7 которые сказал иисус христос там не убей не украти не прелюбодействуй таким образом можно сказать что как бы рассматривая заповеди иисуса христа можно сказать что все эти заповеди это предательство любви убил предал любовь допустим украл предал человека то есть предал человека сам бы мог также зарабатывать сам бы мог также работать предательство человека который заработал предательство его семьи таким образом можно сказать что эти семь заповеди это хитрости предательство любви поэтому духовность предательство даже не любви нет не любви я неправильно сказал предательство доброты украл предал доброту отнесся по злому прелюбодействовал предал доброту по отношению к человека потому что там переспал забыл человек потом переживал вот в чем дело это все предательство доброты и по моему мнению духовность является элементом безвозмездной бесконечной просто так возникающий никуда не девающийся внутренней доброты которую в себе человек должен культивировать взращивать и ощущать это очень важно знать что ты добрый человек добрый человек служащий доброму богу какому это не имеет значения у каждого свой таким образом мой бог добрый я служу доброму богу почему не злому злой бог это бог который другой то есть все что миром управляет это желание одного человека иметь в свою сторону проявления доброты таким образом и нежелание проявления хитрости таким образом все заблуждения человечества которые на сегодняшний день происходят исключительно касаются того что люди для того чтобы быть счастливыми хотят чтобы по отношению к ним доброта проявлялась но не хотят эту доброту в себе культивировать находить и проявлять ее кому-либо вот это драма и трагедия того мира в котором мы живем по моему мнению это и называется духовностью если бы весь мир был добрым в мире бы царила духовность мира королева являюсь ученицей обновленной третьей ступени ваши знания возродили нашу семью всели поселилась радость получится ответил валентина козырева марафон 8 делала практики от семинара астральной энергии очень хочется спать потею голова болит в случае если у человека жар появляется после перенакопления астральной энергии то необходимо выполнять практики которые выполняются в вечернее время это говорит о том что не хватает чуть чуть-чуть или не хватает чуть-чуть а с менталом каким образом это выполняется вечером перед сном сложив губы трубочкой необходимо делать глубокие вдохи задерживая дыхание и выдохе делайте это каждый вечер при этом желательно при этом еще купаться перед самым сном холодной воде таким образом вы уравновесить и эту энергию и вот таких проблем больше у вас возникать не будет чусь мак пенды щук мария доброго дня вам як добро что вы я я с вами уже декілька років я дуже багато руки одна че будут менеджер зміни в особистому житті дякую все буде добре вас все ще буде виктория кривчук просто задайте себе вопрос о котором я сказал теперь вы знаете чего они хотят виктория кривич здравствуйте стоит ли выходить сейчас на работу с декретного отпуска до натальян айден андрей дарис спасибо за вашу поддержку я с удовольствием смотрю ваши вебинары пожалуйста ваша ученица 5 ступеней скажите в течение месяца каждый раз вижу перед сном всегда иногда даже очень четко большим большое озеро верхушки деревьев лица людей бывает животных дом даром ясновиднее не владею чтобы это могло значить на что мне нужно обратить большой обратить внимание спасибо вам заранее когда человеку показывают очень четкие сны это говорит о том что человек высыпается его сон глубокий не нужно в этих снах искать какое-либо предначертание предназначения считаю что в этом ничего такого особенного нет случае если вы видите верхушки деревья в воду то все эти сны хорошие такой вот такой вот интересный такой вот интересный эпизод одна из учениц моей школы начала проводить обряды которые связаны с закручиванием стихий помните о юке хун за ампе маке хун за и так далее вот я давал мантры которые могут заставить в течение там часа появится дождю или появится ветру или появится холоду и так далее об этом рассказывал на одной из старых ступеней по моему на 3 старый это назывались мантра микола чакры для управления погодой такие тайны и их как бы в открытом виде не даю и вот ученица решила в дождливую погоду убрать этот дождь хотя бы на час для того чтобы собрать цветы и после чего накрутила и у нее появился сумасшедший фурункул или конъюнктивиты там очень тяжелое такое состояние ну и общаясь со мной говорит как то так очень странно потому что взяла я это и после этого у меня это появилось почему так может это так наказали вся тема заключается в том что когда вы начинаете работать с другим человеком или когда вы начинаете работать стихиями или когда вы начинаете работать с чем угодно там есть правило одно из самых важных правил которые существуют это делать все не от себя а делать все через свое духовное имя то есть целительством заниматься не как там андрей дуйку а как там духовный и дальше духовное имя ну вот таким образом если это делается через духовное имя таких побочных эффектов вашу сторону не возникает кстати пользуясь случаем несколько слов еще и духовности и доброте чем лечит человек другого человека самый простой способ вылечить человека это сказать себе я добрый человек и ощутить в себе эту доброту потом приложить руки к тому месту где у человека болит отвернуться и думать о том как вы испытываете состояние доброты вот это состояние доброты не нужно ничего представлять никакая энергия никуда не лить не течет там ничего этого не происходит вот это состояние доброты и есть то чем самом начале человек лечит другого человека это самые простые эзотерические практики пользуясь случаем и уже говоря о целительстве я бы хотел сказать что я приглашаю вас на марафон марафон будет в сентябре по моему но подробнее информацию можно получить перейдя на мой сайт дуйко точка гуру там уже будет выложена лендинг на данный марафон этот марафон будет посвящен исцелению это марафон целитель где я буду 10 дней работать с вашим здоровьем как я это делал ранее вы можете начать или приходить на данный марафон я вам помогу справиться с вашими заболеваниями великолепный интересный данный марафон будет необычен еще и тем что во время проведения марафона я буду вас еще и обучать тем или иным специфическим методом которые помогут вам в дальнейшем использовать их с применением по отношению к себе и применением по отношению к своим близким это ментальные методы целительства это астральные методы целительства это работа с энергетическими телами работа дистанционно работа там отдельно с позвоночником и там так далее тогда объяснение что такое транс и гипнозы как работать с душой там очень много всего огромное количество методов я как тот человек который показывает как это все необходимо создавать и производить обычно получаю во время марафона потрясающие удивительные яркие и восхищающие меня результаты пока еще ни одного человека не было который бы сказал верните деньги тисмак пенды щук мария як добрышева ей допомогать людям я багато роки 1 же по поразмавлялы проце проспелковалась марина марина андрей андреевич ответе на вопрос вернут ли мне телефон украли показывают что вернут скорее всего может через милицию оля кви . вы учили как для детей делать практику вымаливание выпрашивания скажите эту практику для себя самого можно и как правильно делать первая ступень идите на первую ступень там я рассказ ханум ханум во всех онлайн мастер-классов я сплю причина эзотерика или здоровья последний раз участвовал в проекторе особенность заключается в том что человек может получать энергетику или информацию с открытыми глазами через элемент анализа а если он спит то напрямую таким образом если человек спит во время того когда кто-то с ним работает то эффект происходит мгновенно также хорошо что вы сказали если это происходит во время каких-либо обрядов вот что нужно сделать необходимо представить будто в груди у вас находится зеркало которое имеет две стороны переднюю часть и заднюю и вы должны это зеркало перевернуть то есть развернуть то есть она вот так стоит а вам надо его вот так поставить вообще эта техника когда человек допустим в школе засыпает или не может что-либо запомнить плохие отношения обижаетесь как можно это все убрать на уровне груди представляем зеркало обижайтесь на человека хотите быстро перестать обижаться повернули зеркало и протерли его бумажечкой чтобы она была чистая не можете запомнить засыпаете повернули в голове такую штучку очень переживаете по поводу денег что денег не хватает у вас там не получается продавать представили зеркало в животе и развернули его не забудьте после этого его вытереть бумажечкой делать это можно только один раз на протяжении дня и вытирать бумажкой необходимо на протяжении дня когда вспомните то есть там 5-10 раз вот та пыль которая образуется образуется или вот тот изморозь или вспотевшая область которая появляется на зеркале это является той проблемой или тем паттерном которые мешают вам нормально жить вытирая же это даже визуально или даже представляя как вы вытираете вы решаете в настоящем времени в настоящей жизни свои жизненные вопросы скажите стоит ли ехать осенью в германии ли лучше остаться в украине остаться в украине лучше валентина бондар у моего любимого мужчины с родной брат назар 10 лет назад 22 года был геморрагический инсульт час он потихоньку ходит но сильно болят ноги хочу спросить станет лучше да и можно ли ему чем-то помочь можно давайте ему мои препараты здоровые сосуды децепин антипаразин игорь павлович здрасте андрей андрей спасибо хороший есть такой рецепт берется настоящий мед и берется настоящий сливочное масло только настоящая коровья и масло такое вот которое из сметаны взбивают из сливок взбивают не магазина вот такое масло топится в него когда она становится растопленным остывает и в него добавляется столько же меда чтобы он тоже растворился потом это масло с медом его сливают в одну емкость каждый день человек должен съедать перед самым сном одну или больше чайных ложек вот такого меда после этого уже меда пить можно но лучше нежелательно не есть не пить то есть человек ложится великолепное средство которое помогает восстановить сосуды мозга и мозговую деятельность великолепное средство при реабилитации после перенесенного инсульта то что у него ноги болят это связано с тем что там есть у него видимо спастика может быть тетропорез и так далее игорь палыч спасибо за ваш труд хотел безопасно находиться в балтии одесской области да ольга ольга был бывал в балтии когда-то андрей андрей скажите пожалуйста стоит ли мне идти на работу в учебное заведение очень сомневаюсь или может поискать что-то другое вам действительно лучше поискать что-то другое людмила верещагина хочу увидеть сына и внучка саудовской аравии когда будет открыт аэропорт борисполь скорее всего до конца года борисполь не будет открыт а может быть будет открыт во львове ольга васильева на одном из вебинаров вы ответили что я справлюсь со своими проблемами будьте так добры посмотреть как скоро на протяжении двух лет мадави восхищаюсь и применяю ваши знания убедилась на себе об их эффективности скажите пожалуйста поступать ли мне в доктор натуру или уехать учиться в германию вместе с семьей лучше уехать в германию лариса лариса ло давайте я вас удалю из группы то удалить из группы и заблокировать участника теперь лариса не будет страдать зачем ларисе лариса костюк благаю вас допоможіть зібраться что зі мною на мрт показываю милопатии протрузии в шею в лекарне мені допомогли капельниці а в голове все туманеця ноги руки склапки страшна по крови показала високому чевина життя таке що хочеться ні з ким не говорити мене дуже хотілося приїхати до вас я не принимаю людей что нужно делать откажитесь от мяса не ешьте мясо вообще ни в каком виде білки уберите по максимуму кушайте одну кашу молочное мясо не ешьте вообще перестаньте есть мясо дальше зелень молочное мясо не ешьте также не принимайте алкоголь сладости никакие ешьте один раз в день желательно до шести часов вечера пейте как можно больше воды при этом второе начните принимать препараты калия это мой препарат называется уролиз и 2 манкулит по одной чайной ложке каждого из этих препаратов на стакан воды принимайте один стакан два раза в день из медицинских препаратов при высокой молочной кислоте вернее при высокой кислоте я так полагаю что мочевой кислоте хорошо принимать препарат алопуринол колхицин колхицин или колхицин колхицин лучше одна таблетка она 10 миллиграмм и 20 одна таблетка 10 миллиграмм один раз в день но мясо вам нельзя есть на протяжении не менее 5-6 месяцев вообще ни в каком виде она собанюк серые все советы работают скажите пожалуйста личный вопрос я была замужем развилась брак был неудачный выйду я замуж до доброго дня андрей андреевич если смысл менять страну и работу денис тихонравов почему-то показывают есть смысл ольга манеру вы тут похоже на сильвестр столони в этом ракурсе да ладно вот это да дуйко сильвестр столони такой итальянский украинец ольга манеру здоровья вам и вашей семье скажите город львов останется безопасным до до конца войны до марина васильева очень беспокойся здоровье мама на несколько лет плохо себя чувствую тяжесть теле головные боли будет ли она здорова она уже сейчас не здорово но много лет еще проживет все в порядке лечите мама улья стоянова здрасте можете ли вы увидеть где находятся импланты которые мне вставили в младенчестве почему мои родители нанес нанесли их на карту понятия не имею лала скажите пожалуйста вот вы говорите что слово благодарить нельзя произносить а спасибо можно это понятно как по-английски по-немецки сказать спасибо не благодарю я уже очень растерялась на немецком и на английском сеньки отличается от благо дарю потому что дарить благо не нужно а спасибо это спаси человека бог поэтому говорит спасибо лучше чем говорить благодарю так найдете кого-то кто на ваши благодарю скажет слова хорошо я принимаю то что ты мне даешь дренд речь будет ли катастрофа на запорожской с очень переживаем не будет катастрофы на запорожской с марьям стерн марьям стерн чиниться школы живу в германии guten abend работаю с финансами своя фирма кредиты и страховки параллельно есть возможность открыть бизнес с аппаратом для похудения в собственном доме скажите бизнес и будут идти можно их комбинировать да и в общем будет ли у меня жизнь успех счастья много материального благополучия да спасибо за все низкий поклон с радостью приглашаю вас гости в германии спасибо маша я был уже в германии но честно сказать я не очень люблю германию да красивая германия там бавария красивая и там лихтенштейн красивые есть места красивые хорошо там где хорошо там где мы знаете там где вот близкие семья у меня есть мечта я хочу во францию в этот парк каруселей как он называется этот парк карусели во франции ты не помнишь данила как в америке есть диснейленд есть французские 10 вот я хочу в диснейленд во франции вот я прям очень хочу обязательно пусть закончится война я поеду в диснейленд со своими детьми я буду очень счастливым но на самых скромных качелях будем там ездить натали юшку узнала школе в июне прошла обновленную ступень часто в санга я прошла санга я понимаю что практиковать надо длительно хочется все сразу не получается пожалуйста как лучше практиковать исходя из этого набора кода в мантер один раз в день утром выбирайте 30-е или час и читайте там одну мантру и там пять кодов на что сделать акцент чтобы получить большую прибыль предпринимательской деятельности есть очень хорошие санга я от 72 вот его практикует почти 40 удастся создать счастливую семью конечно наташа вы такая красивая невероятно женщина конечно о чем вы теперь вы знаете какие цели у мужчины это даст вам ответы на ваши вопросы гинтаре бурсовиены ученица второй обновленной ступени у меня будет ребенок в этом году что я слышу ваш совет все делаю завязал злые пенсия подсупрожаю пробовать ничего не получается все нормально пока еще не нужно делать вам искусственное оплодотворение дети будут валида кирим ли о турецкое мяки ремли оставят ли семью моего сына в нидерландах ему верну или ему вернуться обратно скорее всего оставят людмила фишчук можно ли читать про крастинацию симптомом обычно так и есть например при астенических депрессивных синдромах на самом деле я считаю про крастинацию это психологический термин в целом я считаю это разновидностью психического заболевания гинтаре бурсовины может ли вы знаете если мастер-класс или советы по обустройству дома и созданию уюта привлечения счастья можно да есть такой семинар называется семинар исполнения желаний есть семинар вот семинар исполнения желаний там я много об этом рассказываю геродак выйду ли я замуж в этом году нет выйдет и рода коленет в этом году нет светлана стрюкова ваше учение применяют жизни скажите у сына замечательная жена и сыночек но расписаться изначально не могли находятся в польше сейчас появилась такая возможность какой подарок как маме лучше подарить молодой семье но вы даете посуду подарите с любовью обычно посуда очень подаренная посуда от мамы она очень обычно счастья приносит не зря когда расходятся мужчина и женщина то перед этим бьют посуду почему посуда считается элементом который сдерживает я обычно делаю так когда в семье застой какой-то происходит нет как бы знаете в каждой семье может быть застой ничего не происходит то есть любовью и участие так далее но хочется чтобы был новый оборот новые какие-то хотя в этом году оборот был сумасшедший знаете с этой войной и так далее такой оборот там когда баба хала у нас летали ракеты над домом нашим и киев взрывался эти дома падали как вспомнил так вздрогну что там этих психов в голове вообще непонятно ладно и когда это все взрывалась и так далее то очень всех встрепенуло это показала насколько семья наша сплоченная насколько мы друг другу хорошо относимся насколько мы все тепло и насколько мы все друга друга заботимся то есть мы друг другу не начали орать в трубке не начали там вытаращивать глаза мы тихонечко всех собрали мы тихонечко всех поддержали мы поддержали своих родственников поддержали всех своих сотрудников помогли ну и я был удивлен своими детьми когда мы ехали на нескольких машинах из киева там другое место то все молча там 10 часов мы ехали или 12 часов или 15 часов все тихо ехали сутки почти когда ехали то все дети молчали никто не возмущался никто не нервничал когда приехали то никто не плакал никто не орал не выяснял отношения там приехали заселились было зима заселились место которое было холодно с минусовой температурой это там отель в котором мы жили ну и так далее и настолько теплые отношения все друг другу спасибо забота друг друга поддерживали даже смеялись где-то какие-то даже истории поддерживающие такие говорили то есть это было конечно очень заметно знаете потому что я знаю в других семьях вот это с а вот эти события привели к разрыву отношений к расторгнутым браком кто-то там махнул рукой кто-то кого-то предал и так далее это хорошо ну и вот о чем я хотел сказать случае если в семье есть какие-то вот такие драматические события или если ничего не происходит и нужно сменить посуду взять старую посуду ее утилизировать выбросить лучше и взять новую но очень красивую такую красивую можно даже антикварную чтобы золото было на ободках может быть даже с клеймами какими-нибудь вообще одна из магических таких особенностей заключается в посуде если есть из красивой посуде то человек и семья будет процветать это одна из особенностей я когда-то был в монако и там был в помещении королевской семьи старых королей значит там музей сделали такое не знаю сейчас это работает или нет вот на центральной площади и там музей был и там показывали показывали наборы посуды и там у них 160 видов посуды и каждый из этих видов посудов она переложена ли перри под каждой тарелочкой бумажечка или там тряпочка и все хранится и посуда есть которая там 1700 годовый 1800 их и так далее и это конечно очень вдохновило потому что посуда очень красивая была вилочки ложечки чайнички чашечки и так далее не становитесь теми людьми которые едят с плохой посуды лучше есть плохую пищу но на красивой посуде это приносит богатство лена аллена меня сократили на работе я долго искала другую работу нашла когда написали начальнику заявление об уходе он просил от остаться и сказал что вернет мне ставку я уже было настроилась на новую теперь сомневаюсь как для меня будет лучше идите на новую там где вам начальник говорит повышение не будет анаид а то нян анаид тонуян здрасте подскажите сделать гражданство рф мне и моим детям и лучше не надо лучше не надо валерия валерия как скоро мы распишемся с николаем то есть вы считаете что я должен вам это сказать да еще вопрос мучает цистит после каждой близости подскажите в чем может быть причина аст данная причина может быть в хронической молочнице начните принимать мой препараты ваш мужчина тоже он называется парк марки а второй называется альбикам если по принимать данные препараты один месяц не у вас не у вашего мужчины не будет таких проблем гульнас телекабулова я ученица первой обновленной ступени прошла марафон хотела похвастаться я швея меня повысили стала главным конструктором в доме моды муж был без работы стал генеральным директором газовой структуре все благодаря вашей волшебной эзотерики низкий вам поклон хотелось бы спросить мама сыном вложили деньги в долевое участие при покупке квартиры во время не построили дом должны были в этом году сдавать теперь подрядчик говорит если кто-нибудь откажется по разным причинам мы выдадим квартиру с построенного дома как вы думаете что это случится или нам лучше возвратить деньги опять начать искать квартиру если они возвращают деньги то обязательно заберите они не достроят эту квартиру забирайте у них гитаре бурсу вина ученица второй обновленной ступени меня беспокоит ситуация с братом он дистанцировался от меня и нашей матери всем желаю очень боюсь что у него не будет плохих пристрастий как улучшить отношения складывайте руки и дальше все по тексту как на первой ступени вымаливание ирина кнесницкая кен сицко я учусь школе с детства очень хотелось быть целителем развить дар ясновидней если у меня способности и к тому и к другому есть способности особенно к целительству прям очень очень лауман елена мой вопрос занимаюсь степенями школы может ли изменение влиять на жизнь моих детей супруга до детьми налаживается с муж супругом все ухудшается сегодня вы знаете как изменить мы раздельно с ним живем год еще не развелась дети и мои от первого брака супруг винит во всех своих бедах из-за моей эзотерики а вот если бы в постели хвалили его город какой-то сумм ты смотри как мне хорошо чтобы благо благо той жизнь была бы другой ну вот вот такое она у нас банальная виктор гнетко регулярно смотрю гнетко наверно гнетко все-таки нас украина здесь на он нужно ставить дуйко гнетко да смотрю ваши вебинары часто советы помогают на прошлый вебинар вам просто от всего сердца искренне пожелав всего наилучшего на этой неделе жене предложили работу не могла устроиться два года мне наконец-то повысили пенсию многие другие приятных мелочей это не случайно спасибо вам большое очень хорошо желать чего-то хорошего хорошему и очень обеспеченному человеку почему энергия так работает энергия поделись улыбку своей и она к тебе не раз и повернеться а зале хватит ли мне здоровья сделать свою коллекцию одежды и продать свои картины на здоровье хватит людмила григорова скажите правильно ли я решила вернуться в украину и смогу ли я продать свой старенький дом до или повременить вы его в этом году не продадите огромное спасибо стараюсь слушать учить ваши мантры пройдите первую ступеньки мантры алексей дубынский как помочь маме очень хочет вернуться в украину в изюм и сильно переживает из-за этого пока не нужно пусть находится где она там находится пусть не торопится лариса пономаренко в наше тяжелое время осталось без работы потеряла уверенность себе андрей андреевич дайте мудрый совет или установку на успех везения успение везение успех пусть везет если у вас не идет работа что нужно делать занимайтесь обучением как можно больше обучайтесь чему-либо прямо напишите обучение работы в интернете обучение как заработать в интернете на кликах и так далее и станьте специалистом как начать дома бизнес бизнес в гараже начинайте придумывать что елена нестеренко в марте уволилась ольга кравченко как вы думаете будет ли ядерное чп не будет уже сказал светлана рудзаде у меня уже есть работа но хотелось получить еще лучше работу получится получится маргарита маркян пить час бомбардувания порушила усилия ударную хвилею ледь триматься в цели проживаям 7 членами родины андрей андреевич хочу знать и сможете полагать и до зима близко до зимы все зробите не переживайте вам помогут все будет нормально не переживать верно астаурова здравствуйте ученицы грузии спасибо вашей красивой семье радуюсь смотрю с восхищением на вашу дружную веселую дай бог им здоровья меня тоже сын очень хочется уже стать бабушкой скажите когда наконец мой сын обретет вторую половину не быстро еще наверно два три года даже даже позже в следующем году нет оксана маркевич как убрать воспаление лифа узла в паховой области возьмите кукурузную вот эту рыльца купите рыльца эти заваривайте 1 столовая ложка кукурузных рыльц и 1 столовая ложка специй кардамон заваривайте в стакане воды прикладывайте в виде прикладывайте в виде аппликации это наверно бортолинитовая железа у вас сын в израиле стоит ли ему остаться или вернуться домой лучше вернуться домой не на лебедь доброго вечера мы идете диты планует залишитесь на пмж в бельгии че виду них выйдет ирина гириенко планирую ехать на работу другую страну не могу решиться в какой подскажите ли лучше остаться в украине вам лучше остаться в украине карлос лойден недавно приобрела вебинар магия древнего египта и стало интересно будут работать данные практики и тайные слогайся не прошел первую ступень будут но первую лучше пройти проходите первую ступень лиля чайковская будь ласка до початку вины відкрыли маленькую пекарню на данный час закрыли бы багатьох причинах понимаю але я все ж таки читаю мантры завела копилку с педзуття велике бажаня продолжать всю справу идея раскрутки зусилля поможет здесь на не продавайте потом когда закончится это произойдет уже весной следующего года то вы сможете с вновь развить это и будет супер супер карлос лойден объясните о том что иисус христос сказал не убивай так он разве не сказал конкретное слово смотрите берешь пистолет и убиваешь это плохо и он сказал что он сказал смертный грех никогда не отмойся тогда скажите убивать это плохо светлана зин скажите пожалуйста у крипто индустрии есть будущее будет ли она существовать как и нынешняя финансовая система нынешняя финансовая система до крипто в дальнейшем при перед переобразуется будет падение в этом и следующем году потом начнет не очень хорошо сейчас не надо в крипте сейчас ничего вкладывать сейчас это плохое время екатерина романова как избавиться от небольших папиллом берете чеснок добавляйте йод то что получилось намазывайте на папиллом ки делает ежедневно один раз день папиллом не будет светлана шацких предскажи чем занятость дочки 19 сроки будет самостийную пусть идет учиться пусть идет учиться она все равно в своей жизни будет заниматься всем что связано с магией эзотерикой магии ваша дочь пусть занимается всем что связано с психологией да вот у нее будет это хорошо получаться к саток сатурна когда слушаю снг 66 уходит вся энергия выжатый лимон без сил что-то неправильно делаете все правильно после 66 я говорю каждый день не делать может быть ощущение покидания сил значит есть какой-то воздействие людмила ученица 7 ступени спасибо за труды немного улучшилась жизнь детей живут 20 лет в италии живу с итальянцем как-то не очень ладится посоветуйте разойтись и набраться терпения набраться терпения замужем в турции четыре детей у меня с документами имею проблемы возникают неожиданные проблемы скажите получаю ли документы в этом году или зара трачу время ожидаю получите если можно хочу еще один вопрос спросить муж сильно раздражается мне плохо рядом с ним когда его не было рядом дома было очень уютно и тепло после его присутствия дома все изменилось делайте все для того чтобы была радость постели вот поставьте прямо кружочек и напишите радость постели то есть как бы он не делал симулируйте говорить ой как обалденно вообще молодец я так ух ты мой зайчик там бла-бла-бла будет обожать хорошее отношение днем это хорошее отношение в постели у вас хорошее отношение в постели к вашему мужу вы им восхищаетесь демонстрируйте что прямо без ума от того что происходит днем будет жизнь прекрасный также не забывайте для мужчины постели этого татьяна бондаренко попсуй дайте больше информации метасоники его постоянно переворачиваю берете метасоник одевайте на себя и носите что такое метасоник я создал определенные вибрационные звуки которые могут повлиять на определенные события в жизни человека поставил катушку включил звук который создает вибрацию после этого в него вылил серебро и или золото и из этого получился метасоник вот и вся информация что нужно какой конкретно вы хотели я живу в кривом рагу говорят что будет наступление на город ближайшие дни не будет безопасно в городе до наталья вы волковская вчера вы задавали цифровой код от головной боли у дочери часто бывают мигрени мы испробовали ваш цифровой код ура он работает спасибо огромное скажите пожалуйста в чем причина мне никак не удается найти спутника жизни мужа нужно искать они спутника роза кириллова андрей андрей скажите стоит ли мне ехать и сложится ли у меня работа в одинцово в доме престарелых сложится дети все будет хорошо ну что получился вот такой необычный наверно экспресс вопросы ответ на данные ваши вопросы сейчас я перейду еще в youtube бела гликман здрасте андрей андреевич моего внука проблемы с психологическим состоянием пройдет ли это нет не пройдет что нужно для это нужно использовать мои препараты окситоцин гепокс также изменять рацион питания ребенка подскажите пожалуйста как помирить родного брата сестру они разругались из-за денег детей войны представляете их как будто они оба в мыльном пузыре объединяйте их в один мыльный пузырь и представляете будто он там светится золотом они становятся золотыми таким образом запечатываете в конце со слогами у махом хохохри здрасте андрей андрей скажите что означает ношение часов на правой и на левой руке обычно когда человек занимается магией и допустим рисует определенный символ какой-нибудь символ час я нарисую вот такой символ это символ мгновенных денег то есть если нарисовать его и носить на правом запястье под часами то деньги будут переть а на левой не будет работать потому что левая или под левой если носить здесь то тогда это притяжение любви отношений помирить и так далее если направо это денег отбивания зла какого-нибудь и так далее поэтому люди которых деньги уже есть обычно боятся на себя влияние энергетического то носят обереги под часам и правой руки я знаю что путин носил постоянно береги носил их всегда под правой рукой потому что человек который которого мы видим как президента вместе с этими всеми людьми которые рядом с ним находятся находятся являются ворами и бандитами воровавшими огромную страну и делающие все для того чтобы на сегодняшний день к людям которые называют себя русскими начали хорошо относиться во всем мире ужасно при этом они очень боятся особенно при этом володин является еще и гомосексуалистом знаете при этом еще и трубят все время о том что это плохо гей европа каждый вы вроде европа если гомосексуалисты во власти педофилы гомосексуалисты миллиард долларов каждый день зарабатывала страна посчитайте за 30 лет сколько это денег где дороги где у людей пенсии и при этом люди горю он самый лучший у нас самое лучшее о чем вообще это ужасно самая богатая страна и и просто в трубочку свернули и всунули в попу к негру скажите мое призвание брасти учитель спасибо за ваш трудоученица третьей ступени слушаю шума у меня их 20 если можно скажите могу я создать семья до конца года нет здравствуйте чем заниматься по жизни моей дочки профессия не знаю скажите сможешь найти мей клад нет доброго вечера хочу разлучиться с человеком почувают уже поган узным порядным о выжатой лимоны моя сил сумеваясь правильно разлучат из такие час правильно выйду я замуж спасибо выйдите какой обряд можно совершить с использованными четками ничего просто разрываете перед четки после этого не работал последнее время часто назначают препарат урсусан при болезнях печени и желудка стоит принимать стоит хороший препарат у меня гастрит эзофагит стоит хороший препарат моя дочка стала пачала житой с испанцем будь ласка буду в дочке с цим человеком долей и чиноди и на дотятку е так и это это я рая ротовская что делать невестка ненавидит меня мой сын его дети хотят чтобы мне жить вместе с ними а невестка меня ненавидят что делать идите и служите им прямо обожайте и делайте все для большое сердце и большая доброта растопит любые льдины андрей андреевич подскажите чем излечить компрессионный перелом 10 позвонков нет ничего не поможет надо обязательно лечение неврологическое травматологическое но никак по другому вообще ну никак какой бизнес у меня ну что я желаю вам успехов давайте вы здесь сегодня разговаривайте с учителем эзотерийской школы и у меня не было желания гадать вам каким вам бизнесом заниматься что у вас пойдет все в ваших руках все в руках бога главное у человека это радость если есть сердце радость она будет вокруг вас конечно же я надеюсь что та информация которая даю было для вас полезно не забудьте перейти на мой сайт duiko.guro и ознакомиться с огромным количеством информации которая есть на моем сайте также не забывайте подписаться прямо сегодня на мой канал так как каждый день практически выходят новые видео и это новые видео которые смогут вам помочь изменить свою судьбу изменить свою жизнь стать счастливым человеком когда ничего в жизни не получается когда жизнь дала трещину когда вы катитесь с горы и у вас появляются долги и неприятности это говорит о том что вы созрели для того чтобы найти своего духовного учителя и начать заниматься эзотерикой которая в дальнейшем вам приведет к тому чтобы вы были здоровыми счастливыми богатыми любимыми одним словом занимайтесь эзотерикой правильной у правильного человека занимайтесь проходите мою первую ступень эзотерийской школы кайлас не верьте ни одному моему слову проверяйте каждое мое слово проверить это возможно если вы пройдете первую ступень школы кайлас начните изменять свою судьбу прямо